Системы со взаимодействием Системы со взаимодействием Системы со взаимодействием Что такое вириальное разложение? Значит, если я напомню, если у вас есть уравнение состояния P равняется N вандервальса Единица минус NB И минус N квадрат А Если у вас есть такое вот уравнение состояния Ну, как видите, это есть целая функция плотности Она зависит от плотности сложным образом Мы можем ее представить в таком вот виде Давайте разложим ее по плотности И напишем, что это равно T А здесь стоит сумма по N От N равного Ну, единицы до бесконечности Н Нет, давайте букву K Здесь возьмем N в степени K На BK То есть вот устроим в общем виде ряд по степням плотности Который будет описывать нам неидеальные системы И коэффициенты Вот этот ряд носит название вириальное разложение Вот этот ряд есть вириальное разложение Вот это самое вириальное разложение А коэффициенты BK Соответственно, называются вириальные коэффициенты BKT Причем понятно, что B1 Равно единице Первый член отвечает идеальному газу Уравнение идеального газа Ну, а остальные члены Соответственно Отвечают за разложение в другом виде Ну, конкретно для Бавандер Вальса Здесь разложение достаточно простое Но в общем виде Это разложение призвано описать Описать любую неидеальную систему Я только хочу подчеркнуть Что речь идет о классических системах О классическом газе Высокой плотности И переходе его в жидкость Когда статистика у вас классическая Ну, так вот Каким образом мы можем вычислить Вот эти вириальные коэффициенты И получить такое разложение Ну, для этого давайте мы будем рассматривать Большой канонический ансамбль Вот опять зачем Этот большой канонический ансамбль Нам нужен Большой канонический ансамбль То есть система, у которой Помещена в термостат И обмен идет не только энергией Но и частицами В среднем число частиц фиксировано, конечно Но в принципе Число частиц в системе может меняться То есть есть обмен частицами И энергии Ну, в этом случае вы знаете Что распределение По состояниям имеет вид такой Вот это распределение ро Есть Е в степени Омега на Т Минус Е минус мю Н Поделить на Т Где омега? Это омега потенциал Который имеет вид такой Омега это функция Температуры Объема и химического потенциала Мю Это есть Минус Давление П Как функция Температуры и химического потенциала Умножить на объем Поскольку Единственная экстенсивная переменная Аддитивная Это объем Поэтому Аддитивная величина Может быть только пропорциональна объему Других Других возможностей нет Ну вот Если мы вычислим Термодинамический потенциал омега То тогда мы знаем давление Дальше Но нас интересует плотность Но чтобы найти плотность Мы тогда воспользуемся соотношением Что число частиц Н Это есть Минус Д омега По д мю При фиксированных Температуре и объему Ну коль объем Коль скоро объем фиксирован Тогда это есть Просто Объем В Умножить На Д П По д мю При фиксированной температуре Да При фиксированной температуре Ну и объем В общем Вообще говоря Объем тоже Желательно написать Так Ну и вот отсюда Вы находите Плотность Как функцию Химпотенциала Решаете Это уравнение Обратное И затем Подставляя сюда Химпотенциал Найденный из этого уравнения Вы получаете Давление Как функцию плотности Поэтому Вся задача Наша Заключается в том Чтобы сосчитать Термодинамический потенциал Омега Термодинамический потенциал Мы считать Уже знаем Как Мы знаем Что у нас Е в степени Минус Омега На Т Это есть Статистическая сумма Которая есть Сумма По всем состояниям Н И сумма По Н По частицам Здесь стоит Единица На Н Факториал Е в степени Е НТ Минус Мю Н Поделить На Т Ну вот Если мы Эту сумму Сосчитаем Тогда нам Омега Потенциал Известен Ну давайте Посмотрим Как можно Сосчитать эту сумму В случае Когда речь идет О классических Газах О классических Газах Классический Газ Это значит Нам нужно Написать Энергию В классическом Случае Энергия Характеризуется Импульсами Частиц Всех И координатами От которых Зависит Взаимодействие Между частицами Значит Энергию Мы запишем Как Энергия Системы Я напишу Н частиц Сразу Чтобы было понятно Что поскольку Она зависит От Н Частиц Это есть Сумма От единицы До Н П КТ В квадрате На 2 М Это кинетические Энергии Системы Н частиц Плюс Энергия Взаимодействия Я пока Внешние поля Мы рассматривать Сегодня не будем Энергия Взаимодействия Которую я Запишу В таком виде Это есть У От Р1 Р2 РН То есть Функция Зависит От координат Всех частиц Причем Дальше Мы будем Рассматривать Взаимодействия Только парные Когда взаимодействуют Две частицы Одновременно Тогда Вот это У От Р Можно записать В таком виде У От Р1 РН Это есть Сумма По И Больше Ж От равного Единицы До Н У От Р И Т Минус Р Ж Т То есть Мы просто Перечисляем Взаимодействие Каждой частицы Со всеми остальными И Складываем Их Ну вот Такую задачу Давайте мы Рассмотрим Ну теперь Дальше Что мы считаем Нам нужно Сочетать Статсумму Статсумма По состояниям Это Есть Интеграл По координатам И интеграл По импульсам То есть Мы должны Сочетать Статсумму Вот это Статсумма По состояниям Сумма По n Это Есть Вот Е В степени Минус Е nt Для n Частиц Поделить На t Это Есть Просто Следующая Величина Это Есть Интеграл D3p1 На 2pH В степени 3n Ну и Произведение До d3pn Т частицы И кроме того Да И здесь Смотрите Поскольку у вас Энергия Сумма Кинетической Потенциальной То в экспоненте Они факторизуются Интеграл По импульсам Стоит отдельно E в степени Минус Сумма От единицы До n p k равно 1 pk t В квадрате На 2m t Так И дальше Плюс стоит Их не плюс А умножить Это все На Интеграл По координатам Давайте Это я сейчас Пока сотру Умножить На интеграл По координатам D3r1 D3r2 D3rn E в степени Минус u От r1 rn Делить На t Ну вот видите Задача у нас Разбилась на 2 На 2 части На 2 таких Вычислительных Блока Ну и естественно Интеграл по импульсам Считается элементарно Да И еще я должен Сюда поставить E в степени E в степени Минус Мю n Поделить на А нет Я просто Сумму по n Да Здесь больше Ничего не надо Здесь больше Ничего не надо Тогда Интеграл По импульсам Считается Элементарно Мы его уже Несколько раз Считали Он выдает Величину Которая есть mt Делить на 2 pi h квадрат То есть я просто Напишу дальше Продолжу Это равенство Это есть Это есть mt Поделить 2 pi h квадрат В степени 3 n Пополам Ну и дальше Стоит вот этот Самый интеграл d3 r1 d3 rn На e в степени Минус u От r1 rn Поделить на t Вот собственно Нам вот этот Интеграл Осталось сосчитать Каким-то Каким-то образом Но это еще не все Хорошо Давайте мы Введем обозначение Значит поскольку У нас стоит Всегда E в степени Минус Мю n Вернее там Плюс будет Мю n На t Поскольку Вот тут Я почему-то Знак минус Не поставил Вот здесь Надо минус Поставить знак Поэтому тут Стоит E в степени Мю n На t Давайте Введем Обозначение f Равняется E в степени Мю Поделить на t Это величина Носит название Активность Я кажется Уже об этом говорил Активность И кроме того Ну и всегда Он будет стоять В произведении Вместе Вот с этой Функцией При каждом члене Поэтому удобно Ввести новый Параметр Это Назовем его Который есть Мт Поделить на 2п H квадрат В степени 3 вторых Умножить Вот на эту Самую Активность F От химпотенциала Который Возникает Ну вот тогда Наше выражение Для Омеги Записывается В таком виде Так Поднять надо Доску А то Уже Записывается В таком виде Е в степени Минус Омега Поделить на Т Есть Сумма По n По числу Частиц Здесь Стоит Единица На n Факториал От тождественности Это в степени Это в степени n Это в степени n И тут стоит Вот этот Интеграл D3 R1 D3 Rn Т На e В степени Минус u От r1 R2 Rn Поделить на Т Поделить на Т Вот такие Стоят Интегралы Вот такое Разложение Ну и смотрите Разложение В общем Довольно Удобное Довольно Удобное Потому что Первые члены Несколько членов Они выглядят Довольно Простыми Давайте я Выпишу Первый член Вообще Стоит Единица При n Равном Нулю До бесконечности Единица Затем Плюс Член Это Здесь Стоит Поскольку У вас Потенциальная Энергия Взаимодействия Она Требует Чтобы было Две частицы Хотя бы То При n Равном Единице У вас вообще потенциальной энергии Вот этой нет И у вас стоит просто интеграл По объему От Часть От одной координаты Которая дает просто объем Во втором члене У вас Будет следующее Будет плюс Это квадрат пополам От факториала А здесь стоит Интеграл Д3 Р1 Д3 Р2 На Е в степени Минус У От Р1 Минус Р2 На Т Теперь смотрите Да Ну давайте еще один член Выпишем Плюс Давайте я его сюда Перепишу Потому что он Подлиннее Это в кубе На 6 Здесь стоит Интеграл Д3 Р1 Д3 Р2 Д3 Р3 Е в степени Минус А здесь я напишу так У От Р1 Минус Р2 Плюс У От Р1 Минус Р3 Плюс У От Р2 Минус Р3 Это все вектора На Т Значит смотрите Ну и дальше Понятно что там будет сумма нарастать Число членов будет в показателе экспонента нарастать Я хочу обратить ваше внимание на то Что здесь у нас Все они Зависят от разности координат От разности координат Поэтому всегда По одной координате Можно проинтегрировать Например здесь Если сделаем замену Скажем Что Р2 равняется Р2 минус Р1 Но она обычно зависит только от модуля От расстояния А не от направления То тогда у вас Р1 здесь исчезнет И интеграл по Р1 даст объем Ну и это будет везде Потому что если скажем Вот здесь вы сдвинете все На Р1 Например Ну или на Р3 На последний на кури Ну давайте на Р1 То у вас Р1 вот здесь исчезнет везде Интеграл по Р1 вам даст объем Поэтому все вот эти члены Будут пропорциональны объему А интегралы стоят уже только На одно интегрирование меньше Ну и при этом можно Р1 положить Например равным нулю Уже здесь Поскольку оно исчезает Просто написать объем Ну вот такое разложение у нас Имеет место Вот Ну а теперь смотрите Что мы получаем Теперь мы пишем Что такое омега Омега это есть Логарифм этого выражения И мы приходим К такому вот величине Значит тут Ну плюс дальше Значит Все члены разложения Надо написать Все члены разложения Надо написать И мы получаем Что омега Это есть Минус Т Логарифм натуральный Вот этого разложения Единица Плюс Это умножить на В Плюс Я напишу так Это квадрат на В Поделить пополам Интеграл Интеграл Д3 Р2 Е в степени Минус У От Р2 На Т Плюс Это в кубе На 3 умножить на В На интеграл Д3 Р2 Д3 Р3 От Е в степени Минус У От Р2 Плюс У От Р3 Плюс У От Р2 Минус Р3 На Т Ну и плюс И так далее Все члены будут содержать Объем Бесконечный ряд Получили Ну вот А теперь Смотрите У нас Омега Это есть Минус ПВ Поэтому фактически Мы уже Давление Для давления Выражение Получили Ну а теперь Самое главное Чтобы получить Вот это самое Вереальное разложение В таком Более Простом виде Нам остается Теперь вот это выражение Переразложить По степеням Это Снова То есть мы Одно разложение сделали А теперь еще От него надо Логарифм взять Так вот давайте Этот логарифм Тоже разложим По степеням Вот этого Самого Это Ну видно Что тут Начнутся Много разных Комбинаций Потому что Член первого порядка Он один А член второго порядка Уже их два Потому что Это Отсюда первый порядок И отсюда второй порядок Ну соответственно Член третьего порядка Их будет уже Там Четыре кажется Да Или пять 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 членов Пять членов Ну и дальше Это все будет нарастать Но зато Это вот разложение Будет иметь Очень интересное свойство Давайте мы его запишем В таком виде Мы напишем Что это есть Минус Т Сумма По К Равного Чему там Единицы До бесконечности Здесь стоит Ж Катая Поделить На На К Факториал К Факториал он остается Все равно И на Это В степени К Это в степени К Вот такое разложение Напишем Вот эти вот Коэффициенты Ж Ну и тогда Посмотрим Что такое Ж Ну Ж1 Понятно Что это Есть просто Единица Ж1 Равно Единице Это разложение Вот этой величины Вот этот Член Просто А Еще давайте Я напишу Здесь объем Вот Дело в том Что у вас Всегда один объем Будет выходить Наружу Вот этот Вот он всегда Будет один Выходить наружу Поэтому давайте Мы его отдельно И напишем Ну а Тогда Этот объем Вам Поскольку мы знаем Что это есть Минус ПВ То тогда Вот этот объем Сокращается И просто Выражение Для давления Есть вот это Разложение Но это Разложение Не по плотности Видите Это разложение По вот этой Величине Это Вот теперь Свойства Вот этого Разложения Давайте Напишем Коэффициент Ж2 Значит Ж2 Возникает Во-первых Отсюда Первый член Разложения И еще Второй порядок Отсюда Возникает Второй порядок Отсюда Возникает Объем Возникает Здесь В квадрате Один Поэтому мы его Запишем Вот так Ж2 Есть Значит Одна вторая Тоже возникает Поэтому Одна вторая Будет общая Она останется Это двойка Факториал Тогда Ж2 Мы запишем Так Интеграл Д3 Р Сколько? Два Например А здесь стоит Е в степени Минус У От Р2 Поделить на Т Минус Единица Значит Минус Потому что Во втором порядке У вас логарифм Отрицательный коэффициент Минус Единица Вот такой коэффициент Получился Так Дальше Можно выписать Третий коэффициент Он тоже Известен Г3 Он Относительно Просто Вычисляется Значит Г3 Он содержит Уже несколько членов И здесь будет Интеграл Д3 Р2 Д3 Р3 Значит Видите Я вот объем Который В квадрат Я его загнал сюда Написав Просто вот Такое выражение Так что В квадратной Нет А В У вас будет Общее Вот Одно В всегда Выносится И это в каждом члене Так можно сделать Сейчас мы увидим Как это возникает Вот здесь Значит Е в степени Минус У От Р2 Плюс У От Р3 Плюс У От Р2 Минус Р3 Поделить На Т Так Дальше Стоит Минус Е в степени Минус У От Р2 Поделить На Т Минус Е в степени Минус У От Р3 Поделить На Т И Минус Е в степени Минус У От Р2 Минус Р3 Поделить На Т И Плюс 2 Вот такое выражение. Ну, оно, получается, прямо вот собирает члены какого-то третьего порядка. Этот идёт с одной третей. Дальше эти идут от второго порядка, значит, от произведения вот этого члена на этот. Ну, и опять же, видите, вот здесь вот появляется объём. А здесь объём в квадрате, который идёт вот от третьей степени вот этого, третьего члена разложения вот этого параметра. Так что вот общий объём исчезает. Теперь я хочу подчеркнуть, какое главное свойство этих коэффициентов, чем они хороши. Они хороши вот чем. Смотрите, вот здесь вот как ведёт себя у, я хочу напомнить. У себя ведёт так. Что как функция R, она резко растёт, U от R. Она резко растёт вверх, когда у вас молекулы соприкасаются. Ну, а дальше оно, у него есть слабое притяжение. То есть, когда частицы далеко друг от друга, тогда это слабое притяжение. И U близка к нулю. У близка к нулю, и тогда вот этот вклад далёких расстояний, он мал. То есть, основной вклад здесь идёт только от малых расстояний. Самое интересное, что вот в этом коэффициенте ситуация точно такая же. Значит, если у вас все три частицы далеко друг от друга, тогда все вот эти величины, они близки к нулю. Ну и легко видеть, что тут, значит, плюс один, минус один, минус один, минус один, плюс два. Они сокращаются. Даже если теперь возьмём, например, R2 далеко, а вот эти близко, то тогда вот здесь у вас R2 далеко, то вот это тоже далеко, тогда вот это можно выкинуть, два члена, по сравнению с этим. R3 мало, и оно больше всех. Ну тогда этот снова далеко, здесь снова единица, а здесь стоит R3 тот же самый. Поэтому эти два члена, они сократятся, а эти вот два малы. И опять вы получаете малый эффект. То есть, видно, что вот этот коэффициент отличен от нуля заметно только тогда, когда все три частицы близко друг к другу. Все три частицы близко друг к другу. И это свойство сохраняется во всех членах разложения. Вот чем это разложение хорошо. Оно сохраняется во всех членах разложения. Вот это свойство замечательное. Ну и при этом, видите, здесь, в общем, как это, прямое разложение в ряд. Никаких сложных теорий здесь строить не надо. Хорошо. Теперь, значит, нам, мы сейчас имеем эту величину как функцию химического потенциала. Значит, если мы теперь сократим давление, то получим, что, не давление, а объем, то получим, что P равно T, а здесь стоит сумма по K, равного единице до бесконечности. Это в степени K на K факториал и на G катая. Теперь нам надо исключить химпотенциал, найти через число частиц выразить, через плотность. Ну, пользуемся вот этой формулой. Значит, нужно dP по dμ сосчитать. От μ зависит только вот этот коэффициент это. И там μ стоит в экспоненте. f есть e в степени μ к t. Тогда очевидно, что d по dμ, вот это в степени K, будет равно. Во-первых, будет K, сойдет. А дальше от дифференцирования экспонента у вас еще сойдет единица на t. Единица на t. И снова останется то же самое это в степени K. Да, это в степени K останется. Останется то же самое это в степени K, потому что производная от экспонента снова экспонент. Ну и тогда получается, что число частиц у нас выражается следующим образом. Число частиц n, оно равно объем v. Объем v. А тут стоит вот это разложение, вот это производная, которая есть сумма. Вот K, равного единице до бесконечности. Здесь стоит это в степени K. t сократилось, да? dP по dT, вот это t сократилось. Это в степени K поделить на K без единицы. Факториал, и на снова на коэффициент gK. Видите, так вроде очень маленькое изменение. Тут знаменатель. Факториал получился немножко не тот. На единицу меньше. Но понятно, что так просто одно через другое не выразить. Значит, вот отсюда вы находите это, как функцию плотности. Подставляете туда и получаете нужное разложение. Давайте мы сейчас проделаем это разложение, проделаем эту процедуру, ну, до второго порядка. Хотя бы. gK, t, даже 2. Значит, если до второго порядка смотреть это разложение, то оно будет выглядеть следующим образом. Оно будет выглядеть следующим образом. Значит, P равно t. Значит, здесь будет стоять k равно единице. Это будет просто это. Это плюс это квадрат пополам умножить на g2. Вот с этой точностью будем работать. Так, теперь, а вот это разложение для плотности я разделю на объем, поэтому здесь будет стоять плотность n. Она будет равна. Значит, температуры нет, будет первый член это. А здесь будет плюс это квадрат на g2 без двойки. Это квадрат на g2 без двойки. Ну, теперь естественно это берем это, подставляем вот сюда. Вот сюда. Тогда в первом порядке мы получим следующее. Мы получим, если это сюда подставить, то мы получим, что P равно t, а здесь будет стоять n вот это. Это пойдет со знаком минус. Половинка съестся. Здесь стоит уже не это, здесь стоит n. А тут будет стоять минус это квадрат пополам на g2. На g2. Ну, и теперь, если мы ограничимся вторым порядком, понятно, что вот здесь вот эту это можем взять равной просто плотности. И тогда наше разложение перейдет. Давайте я напишу, что это есть t на n минус минус n квадрат на g2 пополам. Ну, и вот тогда вот этот второй вериальный коэффициент b2 b2 он есть минус 1 вторая g2 или это есть 1 вторая интеграл d3r а здесь стоит единица минус e в степени минус u от r поделить на t вот мы получили коэффициент второй вериальный коэффициент второй вериальный коэффициент ну, а теперь давайте посмотрим свойства этого коэффициента и воспользуемся тем что наше взаимодействие имеет вот такой вид есть сильное отталкивание на малых расстояниях и слабое отталкивание на больших расстояниях слабое притяжение вернее, извините вот здесь вот здесь знак почему изменился а потому что смотрите вы подставили это из этого равенства это есть n минус вот эта величина ну, поэтому это идет с минусом значит, вот выражение для второго вериального коэффициента b2 это есть одна вторая интеграл d3r единица минус e в степени минус u от r t вот такое выражение ну, вот, а теперь смотрите давайте разобьем этот интеграл на две области первая область это вот эта вот эта область 1 а вторая область это вот эта область 2 все, что больше чем они отличаются они отличаются тем что в первой области у вас u много больше температуры положительной и много больше температуры поэтому эту экспоненту можно выкинуть ну, и тогда вот это расстояние которое мы обозначали как удвоенное расстояние между 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 молекулами когда они соприкасаются друг с другом тогда вот этот вклад будет равен естественно одна вторая а здесь стоит 4π на 3 2r в кубе ну, и плюс интеграл по области 2 d3r единица минус e в степени минус u от r на t а в области 2 у вас ситуация обратная у вас здесь притяжение слабое по сравнению с температурой в этой области уже здесь оно через 0 переходит но далеко притяжение не уходит ну, и поэтому удобно тогда в этой области мы можем просто эту экспоненту разложить и тогда получается что здесь стоит значит здесь восьмерка пополам четверка получается 4 объема молекулы 4 объема молекулы маленького а здесь будет стоять когда мы разложим экспонент то здесь стоит плюс единица на t интеграл d3r u от r по области 2 по области где у вас есть притяжение ну и вот тогда в духе уравнения вандервальса мы пишем что это есть b плюс a поделить на t минус вернее минус потому что здесь притяжение u отрицательно поэтому напишем что b минус a на t b минус a на t ну вот а теперь если мы посмотрим на наше уравнение состояния то мы видим следующее что у нас давление получилось равным во первых nt первый член минус n квадрат b умножить на t и плюс что там еще n квадрат на a плюс n квадрат на a давайте мы тут nt вынесем одно и напишем что это есть nt единица минус так почему тут минус а тут плюс это же b уже со знака минус тут плюс а тут будет минус а тут будет минус единица плюс nb минус n квадрат на a ну вот видите с точностью n квадрат членов у нас получилось вот такое выражение ну а дальше мы отсюда можем легко получить уравнение вандер вальса коль скоро это связано с объемом молекулы и связано с исключением объема поэтому с той же точностью мы можем написать что это равно nt поделить на единица минус nb минус n квадрат на a минус n квадрат на a и мы получили уравнение вандер вальса ну и теперь видно что такое коэффициенты b мы уже и в прошлый раз получали что это учетверенный объем молекулы а здесь получился выражение для коэффициента a это интеграл от межмолекулярного потенциала по области где у вас есть притяжение вот ну и дальше мы просто сделали экстраполяцию на большие плотности когда у вас нужно учитывать исключенный объем объем молекулы который недоступен для газа и тем самым получили уравнение вандер вальса ну вот это общий метод получения вот исследования вот этих поправок вериальных видно что у вас следующий член он будет конечно уже кубичный по плотности но в нем обязательно будет член вот связанный с объемом коль скоро у вас потенциал вот такой который можно свести вот дальше к этому разложению и будет еще кубичная поправка связанная со взаимодействием частиц ну а дальше коль скоро у вас молекулы находятся все ближе и ближе к друг другу плотность растет то тогда в принципе ну видите уже вот это уравнение уже описывает большую часть много много явлений во всяком случае фазовый переход первого рода описывает можно гнаться за точностью дальше описание поведения газов при плотностях достаточно больших но еще не жидкости выписывая там следующие члены разложения используя вот потенциал какой-то какой-то модельный потенциал для для межмолекулярного взаимодействия так ну сейчас наверное давайте сделаем перерыв так следующая тема наша которая видимо будет последним в этом сезоне это термодинамика значит мы с вами до сих пор работали с переменами которые имеют отношение только к системе энтрофии до времени переменной были у нас энтропия объем температура объем ну и в общем-то еще число чистое можно писать сюда еще число чистое вот такие величины если включаете электрические поля то тогда у вас возникают разные явления скажем электрик начинает поляризоваться при этом у вас может при ну при включении поля у вас может меняться температура может тепло выделяться или поглощаться поэтому естественно надо рассмотреть вот эти явления тоже термодинамики ну первое с чего мы должны начать это с вопроса о том как обобщить вот это вот это вот уравнение для дифференциала энергии внутренней на присутствие электрического поля на присутствие электрического поля ну фактически электрическое поле если вы вносите в электрическое поле заряд то при этом вы должны совершать работу совершает работу вот пусть у вас заряд дельта е какой-то дельта е вот вы внесли в систему внешний заряд дельта е Я вот тут напишу буква внешняя, что это внешний заряд. Внешний заряд в систему внесли, ну и тогда, естественно, у вас изменится энергия на величину дельта Е, которая есть потенциал φ умножить на дельта Е. Потенциал электрического поля, который был, и вы внесли маленький заряд внешний на дельта Е внешне. Ну, вообще говоря, если заряд точный, то это так. Если этот заряд всё-таки распределён, тогда это надо переписать в таком виде, что это есть интеграл φ от R, ρ внешняя, дельта ρ, вернее, дельта ρ внешняя от R, d3r. Если заряд распределён, то тогда учесть надо, что потенциал в разных точках разный. И когда вы вносите его в систему, изменяете заряд внешний, то у вас, вы совершаете работу вот такую. Ну, а теперь давайте вспомним электродинамику. И вспомним, что внешний заряд, плотность внешнего заряда, связана с вектором электрической индукции d. У вас есть уравнение, что дивергенция d есть 4π ρ внешняя. Ну, или сторонняя, как его называют часто. Ну, поэтому тогда, если вы возьмёте дельту от него, то тут возникнет у вас дельта d. И это уравнение можно переписать в таком виде, что это равно интеграл φ от R, здесь стоит дивергенция, дельта d от R, d3r. Ну, а теперь, чтобы привести его к хорошему виду, давайте мы проинтегрируем по частям. Проинтегрируем это выражение по частям и перенесём производную сюда. Здесь появится градиент, и мы напишем, что это равно. Ну, и как всегда, мы будем считать, что на бесконечно удалённой поверхности у вас ничего нет. Это есть тогда минус, интеграл. Здесь стоит градиент φ от R на дельта d от R. Дельта d от R. d, 3, r. Ну, а минус градиент потенциала, это есть электрическое поле, поэтому окончательное выражение у вас получается такое. Это есть интеграл, электрическое поле E умножить на дельта d. От R, от R на d, 3r. d, 3r. Ну, а тогда у вас как раз вот это вот, на эту задачу мы решили. У нас появилась следующая величина, поправка. Что при наличии электрического поля, создаваемого внешними источниками, у вас здесь появляется член плюс, интеграл E от R на d, d от R, d, 3r. Если поле электрическое однородно, что часто бывает на размерах системы, то тогда это выражение упрощается. И тогда мы получаем, что наше выражение для энергии есть. Давайте я пока буду рассматривать систему с фиксированным числом частиц и не рассматривать вот эти эффекты. Это есть T, d, s минус P, d, v плюс объем V, E умножить на d, d. А, только я забыл на 4π поделить. Где-то вот тут вот. Вот тут на 4π надо поделить, потому что вот это 4π стоит при переходе. Поэтому здесь тоже надо поделить на 4π. Всё. E, v на d, d поделить на 4π. Вот такое выражение получилось. То есть у вас есть переменные такие, E и D, где D становится переменной величиной, а E такое, какое получится. Ну, теперь смотрите, вообще говоря, вообще говоря, это выражение, смотрите, включает интеграл. То есть что такое вот этот объем? Это объем, фактически не есть объем вашей системы. Это есть объем, в котором вообще есть электрическое поле. То есть это гораздо больше, чем ваша система. Это большой объем. Давайте я его как-нибудь вот такой, что ли, буквой, вот с такими черточками напишу. Это объем, в котором есть электрическое поле. Это раз. Теперь второе. Смотрите, мы знали, что вот между вот этими переменными у вас есть соотношение. Что якобиан D, T, S, D, P, V был равен единице. Равенство площадей. Ну, а дальше, если вы посмотрите сюда, то видно, что у вас D играет роль объема. А вот этот самый V, E на 4P со знаком минус, играет роль давления. Вот есть такая аналогия. Ну, а тогда очевидно, что вы можете написать сюда сразу, что соответствующий Екобиан D от T, S на D от V, вот этот V, E на 4P, D будет равен минус единице. То есть, вот такое термодинамическое соотношение тоже имеет место, коль скоро это на равных основаниях. И это определяет, фактически это определяет энтропию, связанную с электрическими, абсолютную энтропию, связанную с электрическими явлениями. Связанную с электрическими явлениями. Так, теперь, смотрите, что получается. Значит, вот я уже сказал, что объем этот, вообще говоря, не есть объем системы, а объем, в котором существует электрическое поле. Он гораздо больше может быть. Но часто нас это вообще не очень интересует, поле, которое вне вашей системы. Нас интересует поле, которое внутри вещества находится. Поэтому давайте попробуем как-нибудь избавиться от этого объема и перейти к переменам, которым интегрирование вот это вот шло бы только по объему системы. Ну, для этого можно сделать следующее. Можно сделать следующее. Давайте вспомним связь между D и электрическим полем. D есть E плюс 4P на P, где P – это поляризация, вектор поляризации, электрической поляризации. То есть, это фактически дипольный момент единицы объема. И вот эта вот величина, она связана только с веществом. Только с веществом. Она вне объема, вне вещества не существует. Ну, тогда давайте мы вот этот вот интеграл перепишем в таком виде. И, значит, я напишу так, что D, я напишу так. Вот здесь я напишу, что это равно D, E0, D, E0 – это без учета электрического поля. Это вот эта часть, D, E0. А здесь тогда будет стоять плюс интеграл E, здесь стоит D, E на 4P, D3R, плюс интеграл E умножить на D, P на D3R. Так, ну вот смотрите. Теперь вот здесь вы можете записать, что эта величина равна D, E0, плюс D от интеграла, от E квадрат, поделить на 8P, D3R, плюс интеграл E, D, P. На D3R. На D3R. Значит, ну, а эта величина понятна, что такое? Это есть просто полная энергия электрического поля. Плотность энергии электрического поля. Плотность энергии электрического поля. Поэтому, естественно, внести, скажем, ввести новый потенциал вместо энергии E, ввести величину E, ну, давайте как-нибудь со звездой напишем, равную E минус интеграл E квадрат делить на 8P на D3R. То есть энергию за вычетом энергии электрического поля. тогда для этой величины вы получаете, что D, E со звездой есть T, D, S минус P, D, V плюс интеграл E от R на D, P от R, D3R. И здесь уже, как вы видите, интеграл идет только по объему вашего тела. Поскольку здесь входит поляризация, которая отлична от нуля только внутри системы. Вот это очень удобный новый потенциал, который связан все только с телом. Связан с телом. Ну, дальше вы можете, опять же, перейти к другим переменным. Вместо P взять E за переменную. Это можно сделать и здесь, и здесь. Скажем, в конденсат, если, скажем, речь идет о диэлектрике внутри конденсатора, например, то конденсатор у вас может быть включен в сеть к источнику напряжения, либо может быть отключен. Но в первом случае, если он включен, то у вас в вашей переменной, которая меняется, будет потенциал. То есть, фактически, это электрическое поле. Коль скоро вы потенциал фиксировали, то поле внутри конденсатора фиксировано. Тогда заряд внутри конденсатора будет устанавливаться из требований равновесия. То есть, заряд будет функцией от потенциала. Функцией от потенциала или функцией от электрического поля. А вы можете конденсатор рассматривать отдельно от источника напряжения. Тогда в нем будет фиксирован заряд. А поле будет тогда являться функцией от заряда. В этом смысле у вас ситуация такая же, как вот здесь. В одном случае у вас D переменная, а в другом случае E. Если вы сделаете преобразование Лежандра, перейдете к переменной E вместо D. В частности, в задаче, которая у вас была в задании, как раз удобно этот переход сделать. Потому что у вас там D, у вас не просто пропорционально E, а она имеет член E квадратный. E квадратную поправку. Поэтому удобно перейти от одного потенциала к другому и с ним работать. Часто это бывает. Ну, все эти потенциалы, как всегда бывает, в термодинамике они эквивалентны. Поэтому ответ должен быть одинаков. Как бы вы ни считали. То есть они сводятся один к другому. Ну вот. Ну а теперь, значит, вот такая у нас интересует величина, которая фактически есть поляризация. Что такое вектор поляризации P, как его сосчитать? Давайте рассмотрим простую задачу. Пусть у вас газ состоит из молекул, которые имеют дипольный момент. Внутренний дипольный момент. Этот дипольный момент имеет величину D. Ну и вообще говоря, он направлен как-то по ориентации, в зависимости от ориентации молекулы. Он может иметь любое направление. Теперь, если вы включаете электрическое поле, то в этом случае у вас появляется энергия взаимодействия E, которая равна минус D умножить на E. Минус D умножить на E. Ну и тогда видно, что молекулам будет выгодно ориентироваться по полю, с тем, чтобы уменьшать энергию. Дипольный момент по полю будет ориентироваться с тем, чтобы энергия была уменьшена. Ну и тогда появляется дипольный момент единицы объема. Давайте посмотрим, какой дипольный момент средний появляется у одной молекулы. Коль скоро вы включаете электрическое поле, а система находится при какой-то температуре, то удобно пользоваться каноническим ансамблем. И в каноническом ансамбле тогда у вас распределение дипольного момента по направлению будет даваться фактором E в степени минус вот эта самая энергия поделить на T. Или это равно E в степени плюс D умножить на E и умножить на косинус... Ну давайте напишем тета, приняв систему координат, ось Z направив по электрическому полю. Если ось Z направить по электрическому полю, тогда, значит, вот здесь ориентация зависит только от проекции на ось Z и не зависит от других проекций дипольного момента. Энергия, вернее, зависит только от этого. Ну дальше считаем статсуму. Статсуму Z. Это тоже внутренняя статсума. Она равна интеграл по всем направлениям D омега E в степени... Так, только тут надо еще температуру в знаменателе неплохо было бы написать. E в степени D E поделить на T на косинус тета. На косинус тета. Ну интеграл считается элементарно. Это есть 2π интеграл по φ. А здесь стоит интеграл от D косинус тета от минус единицы до единицы. E в степени D E поделить на T на косинус тета. Ответ получается такой. Это будет равно T поделить 2πT поделить на DE. DE. И здесь стоит такая вот экспонента E в степени DE на T минус E в степени минус DE поделить на T. Ну или если мы разделим пополам и умножим на 2, то ответ получится такой. Такой, что статсумма Z равна 4πT поделить на DE. А здесь стоит синус гиперболический DE поделить на T. Вот это статсумма. Дальше нас интересует, естественно, свободная энергия. Свободная энергия. F получает добавку. Добавку к F. Это есть минус T логарифм вот этого выражения. 4πT поделить на DE на синус гиперболический DE на T. Так. Ну вот теперь вопрос. А теперь как посчитать дипольный момент средней молекулы? Ну, можно, конечно, прямо посчитать. Раз у вас здесь все есть, Вы просто пишите, значит, что у вас распределение дипольного момента по направлениям есть E в степени DE косинус θ поделить на T, поделить на Z, функция распределения. Ну, а тогда дипольный момент одной молекулы, D средняя, D средняя, будет равен дипольному моменту молекулы D умножить на… Ну, естественно, будет работать только Z компонента. X и Y компоненты будут равны нулю, зануляются. Поэтому сразу я напишу только Z компоненту. Значит, здесь стоит косинус θ и интеграл по D омега, по всем углам телесным. Ну, вот это и есть дипольный момент одной частицы. Ну, это опять же будет равно… Соответственно, значит, я здесь 2P поделить на Z умножить на D. А здесь стоит интеграл от минус единицы до единицы. Я сразу напишу здесь E в степени DE на Tx, а здесь будет x dx. x dx. То есть вот вся разница. Вся разница. Это равно… Интегрируем по частям. Сначала экспоненту, получаем, что это будет 2PiD на Z. Здесь будет стоять T на DE. Здесь будет E в степени DE на T. Давайте я так вот здесь скобку поставлю. А здесь появится плюс, потому что здесь стоит x. На единицу он единица. А в минус единицы здесь будет минус 1. Поэтому будет плюс E в степени минус DE поделить на T. Так, ну и дальше еще минус 2PiD на Z. Здесь стоит T на DE. И интеграл от минус единицы до единицы. Уже производную по x берем от x. Здесь остается только экспонента. E в степени DE на T на x dx. Вот такой получился у нас результат. Ну, легко видеть, что здесь у вас… Вот это есть та же самая Z, статсумма. 2Pi на вот этот интеграл. Это самая статсумма. Поэтому здесь вот этот член сокращает статсумму. Вместе с 2PiD сокращается. Здесь остается T на E. А здесь осталась вот такая комбинация, которую, если вы теперь подставите, что такое Z, сюда, то ответ будет такой. Ответ будет такой. Значит, D среднее равно… Значит, здесь… Так. Значит, Z равно… Значит, T на DE в Z у вас тоже есть. 2PiT делить на DE в Z у вас есть. Поэтому она сокращается. Остается один только синус с двоечкой здесь. Поэтому ответ будет такой. Здесь будет D, деленное на 2 синус гиперболический DE поделить на T. И умножить на… А, двойку тогда убираем. На косинус гиперболический DE поделить на T. Ну и кроме того, еще стоит минус T поделить на E. Минус T поделить на E. Вот во втором члене. То есть получилась вот такая величина. Это равно D на катангенс гиперболический DE поделить на T. Минус… Ну, я напишу здесь скобку. Здесь напишу T поделить на DE. T поделить на E. Вот такой получился дипольный момент средней одной частицы. Ну, а тогда дипольный момент единицы объема получается, если вы умножите эту величину на плотность молекул, число молекул единицы объема, и тогда полная поляризация P как функция электрического поля. Да, кроме того, да, давайте мы вот это выражение сейчас еще посмотрим. Ну, я напишу P равно N плотность умножить на D средняя. Это будет равно ND. И здесь вот это выражение. Катангенс гиперболический. DE поделить на T минус T поделить на DE. Минус T поделить на DE. Значит, я хочу обратить ваше внимание, что вот это выражение, вот это выражение для дипольного момента. Получается прямо из свободной энергии, если вы напишите следующее утверждение, сосчитайте вот такую величину. Давайте проверим, что у нас получится, если вы сосчитаете минус DF по DE. Минус DF по DE. Значит, чтобы сосчитать DF по DE, давайте я вот эту свободную энергию распишу в таком виде. F равно минус T. Так, тут логарифм 4PT поделить на D. минус T логарифм синуса гиперболического DE поделить на T. И еще плюс T логарифм E. Вот так. Тогда при дифференцировании по E у вас здесь возникает T поделить на E со знаком минус T поделить на E со знаком минус T поделить на E. А когда вы дифференцируете вот этот член, то у вас получается следующее. У вас здесь в знаменателе будет плюс. Так, T пока останется. Давайте, здесь в знаменателе идет синус гиперболический DE поделить на T. А в числителе будет, во-первых, появится косинус гиперболический от DE поделить на T. Ну и, во-вторых, производная по E от этого даст еще умножитель D поделить на T. Ну, как видите, у вас получилось выражение прямо то, которое у нас, мы сосчитали среднее значение. Ну, это означает, что вообще-то, на самом деле, можно делать следующее. Это отвечает тому, что, в общем, вы можете, что в свободной энергии, что в энергии, вы можете перейти еще к одному, к одному потенциалу, написав E с волной, которая и есть E со звездочкой, минус E умножить на P. Минус E умножить на P. Тогда для него у вас будет DE с волной равно TDS минус PDV минус интеграл P от R умножить на DE от R по D3R. Ну и тогда отсюда видно, что P – это есть производная от DE по электрическому полю. Здесь векторы надо поставить. По электрическому полю. Ну и точно такое же. Дальше, если вы сделаете, перейдете к свободной энергии, то аналогично у вас будет свободная энергия такая, DF с волной. Есть минус S DT минус PDV минус тоже интеграл P от R на DE от R D3R. Ну и тогда видно, что вот вариационная производная по E вам выдаст величину поляризации ну что мы здесь и видим. Что когда мы продифференцировали по энергии, мы прям получили, по электрическому полю свободную энергию, мы прям получили вот наше выражение для дипольного момента одной частицы. Для дипольного момента одной частицы. Ну вот теперь, если у нас есть вот это выражение, вот это выражение для поляризации P, которая равна D на вот этот самый ND на катангенс гиперболический, DE на T минус T на DE. Ну давайте посмотрим, как он себя ведет при разных соотношениях между напряженностью электрического поля и температурой. Значит, если возьмете электрическое поле, ну очень сильное или температуру очень низкую, ну все-таки, чтобы это еще был газ, а не жидкость, ну величина вот эта самая DE на T много больше единицы, то тогда катангенс гиперболический очевидно стремится к единице. Это понятно, да? Потому что здесь и в синусе, и в косинусе остается растущая экспонента, которая сокращается, это стремится к единице, и тогда получается простой результат, что это стремится к ND при DE на T много больше единицы. Ну что отвечает просто тому, что все дипольные моменты выстраиваются по полю. Это нормально. Температура мало влияет. На самом деле реально в жизни все бывает наоборот. У вас обычно всегда DE на T много меньше единицы. Много меньше единицы, поэтому нужно раскладывать в эту величину. Ну катангенс в нуле у вас бесконечность. Эта бесконечность как раз сокращается вот этой величиной. Поэтому давайте вспомним разложение катангенса. Значит, косинус гиперболический Х поделить на синус гиперболический Х. Раскладываем. Значит, это есть единица плюс Х квадрат пополам. До второго порядка напишем. А внизу стоит Х плюс Х в кубе на на 3 факторе. На 6, да? На 6. Единицу на Х мы выносим. Единица на Х. Здесь стоит единица плюс Х квадрат пополам. Единица плюс Х квадрат на 3. Ну, теперь надо это из знаменателя перенести в числитель, разложить его. Получается единица на Х единица плюс Х квадрат не на 3, а на 6, простите. Х квадрат пополам минус Х квадрат на 6. Или это есть единица на Х единица плюс Х квадрат на 3. Ну, тогда видно, что у вас получается следующее. Одно Х сокращается. Значит, единичка сокращается вот с этим членом. Единица на Х сокращается. И ответ получается такой, что П будет равно НД, а здесь стоит НД квадрат Е поделить на 3Т. То есть, П пропорционально электрическому полю. Электрическому полю. Ну, и тогда коэффициент перед ним есть просто поляризуемость. То есть, мы получили закон П равно Х умножить на Е, где Х – это поляризуемость газа. И поляризуемость газа Х, она у нас равна Х равняется НД квадрат поделить на 3Т. Она ведет себя как единица на Т. То есть, она падает с температурой. Поляризуемость падает с температурой. Так. Значит, что тут я хотел добавить? Вот эта функция Л от Х равная катангенс гиперболический Х минус единица на Х носит название функция Ланжевена. Функция Ланжевена. Так, ну, дальше смотрите, дальше значит, если у вас вот у нас поляризуемость зависит от температуры в нашем случае. Ну, тогда очевидно, что у вас при включении электрического поля в газе, у вас начинается поляризация, у вас совершается работа, у вас будет выделяться или поглощаться тепло. Поэтому вот можете сосчитать какое тепло выделяется или поглощается, если у вас, скажем, если у вас система в термостате, то тепло будет выделяться и уходить наружу. ну, если же у вас теплоизолированная система, то у вас будет меняться температура. Ну, задача эта здесь достаточно простая. Значит, что мы у вас имели. Если у вас не было электрического поля, то у вас фактически давайте мы напишем для свободной энергии df равняется минус s dt объем фиксирован минус, ну, тут я напишу v умножить на да, и подставлю, что p равняется х на e х на e здесь получается v умножить на х на e квадрат пополам d ну, вот так свободная энергия такую я напишу величину вот это будет f0 без поля без поля появилась такая добавка ну, и тогда видно, что тогда, если без поля энтропия была s0 равная df0 по dt со знаком минус минус df0 по dt то в присутствии поля энтропия становится s равная s0 плюс v e квадрат напополам умножить на d х по dt если поляризуемость у вас с температурой зависит от температуры то тогда видно, что у вас энтропия система меняется вот на эту величину ну, а поскольку дельта q тепло выделяемое это есть t на дельта s то видно, что вот эта величина как раз соотвечает тому, что у вас описывает то тепло которое выделяется при включении электрического поля но для этого необходимо действительно, чтобы у вас поляризуемость была функцией температуры если она не есть функция температуры то тогда никаких таких эффектов нет ну и точно так же если у вас система теплоизолирована то там просто s константа и при включении поля у вас будет изменение температуры пропорциональная обратно пропорциональной теплоемкости значит если у вас система теплоизолирована то в этом случае у вас до включения поля у вас энтропия была s0 от t 0 ну или от t давайте напишем после включения поля у вас энтропия стала равна s0 от t плюс дельта t плюс v на e квадрат пополам на d х по dt ну х вот эту производную если эта поправка мала тогда можно пренебречь эффектом изменения температуры t плюс дельта t и считать что это поправка константа если этот эффект мал ну и тогда разлагая эту величину по дельта t мы получаем что у вас изменение температуры дельта t пропорционально здесь возникает ds по dt это теплоемкость теплоемкость это есть c cv если при постоянном объеме на дельта t делить на t делить на t я так напишу плюс v e квадрат пополам на d хи по dt равно нулю ну отсюда дельта t находится вот прямо из этого уравнения то есть в принципе вы можете все явления связанные со включением электрического поля прямо вычислять непосредственно если вам известно зависимость ну либо либо поляризуемости ну либо диэлектрической проницаемости что в общем-то одно и то же потому что диэлектрическая проницаемость прямо выражается через 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 вот это хи через вот это хи значит прямо вот из этого соотношения что d равно ε диэлектрической проницаемости ε единица плюс 4π на хи плюс 4π на хи ну вот таким образом у вас получается все явления связанные с выделением тепла или изменением температуры они прямо вычисляются если вам известно зависимость температуры термодинамических вот этих коэффициентов ε или хиполяризуемость так ну вот на этом мы сегодня заканчиваем следующая последняя лекция у нас будет про магнетики явления в магнитном поле но там мы рассмотрим случай когда у вас не только классический газ но и когда движение газа квантовано заряженные частицы квантованы гостей